В прошлом году пятой школе Славянска-на-Кубани было присвоено имя героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. В течение учебного года здесь проходили уроки мужества и военно-спортивные соревнования, посвященные его памяти. Также в школе работает клуб «Юный десантник». В этом году по инициативе района и общественной организации ветеранов воздушно-десантных сил было решено на территории учебного заведения установить памятник генералу армии, командующему воздушно-десантными войсками в 50-е и 70-е годы Василию Маргелову. Генерала армии Василия Маргелова можно по праву назвать человек-легенда, десантник номер один. Он удостоен 13 орденов Советского Союза, 21 медали, 34 наград иностранных государств, является автором и инициатором создания технических средств воздушно-десантных войск и методов применения их частей и соединений, создавших современный образ ВДВ. Люди, которые служили под его командованием, именовали себя маргеловцами, а аббревиатура воздушно-десантных войск ВДВ и по сей день среди солдат и офицеров часто расшифровывается как войска дяди Васи. На открытии бюста герою в пятой школе присутствовали почётные гости. Среди них председатель районного совета Григорий Литовко. Уверен, дорогие ребята, вы поддержите эту инициативу и будете последователями тех наших идей, великих военачальников, таких как Василий Филиппович Маргелов. Это легендарный генерал, который был организатором воздушно-десантных войск. И я уверен, вы будете походить на него. Также среди почётных гостей председатель Новороссийской городской общественной организации, ветеран 7-й воздушно-десантной дивизии «Семёрка» Евгений Ханин, начальник управления образования Виталий Титаренко, председатель общественной организации ветеранов воздушно-десантных сил Славянского района Олег Шаров, заместитель командира 7-й десантно-штурмовой горной дивизии Сергей Куклин и многие другие. «Школа носит имя легендарного командующего, девизом которого был никто, кроме нас. Поэтому уверен, не сомневаюсь, что учащиеся данного заведения, данной школы, просто обязаны быть лучшими и, безусловно, вырастут истинными патриотами своего города, своей страны». Почётное право открыть памятник предоставили заместителю командира 7-й десантно-штурмовой горной дивизии Сергею Куклину и директору школы номер 5 Нине Катаевой. В этот день благодарственными письмами наградили всех, кто внёс свой вклад в сохранение памяти о героях российской армии, а также принимает активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи. Сегодня особенно важно, чтобы школьники больше знали о таких людях, как Василий Маргелов. На примере его мужества, служения Родине, выросло не одно поколение. Во многих городах России именем генерала Маргелова названы улицы, площади, учебные заведения, установлены памятники. «Я думаю, что наша школа приобрела новую историю. Это действительно огромный вклад. И в моей душе навеивается грусть, что я ухожу из этого заведения, поскольку именно в 11-м классе нам присвоили имя, а вот сейчас открыли памятник. И я бы с удовольствием поучила здесь ещё. Я надеюсь, что наши младшие классы, наши братья и сёстры будут с достоинством нести это звание и будут представлять нашу школу не только на районном уровне, но и на краевом». Бюст осветил священник Свято-Успенского храма Иерей Александр, после чего воспитанники клуба «Юный десантник» пятой школы возложили к памятнику цветы. Настоящим подарком для всех собравшихся стало яркое и запоминающееся выступление оркестра 108-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ из города Новороссийска. Тима Копачевская, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова